Всем доброе утро, мои хорошие девочки! Решила я снять вот это видео, потому что у меня уже несколько вопросов, касаемых жилищного вопроса, а конкретно жилья в гостинке. Просят поделиться опытом, и вот у меня тут несколько есть таких вопросов. Начну я с самого большого вопроса. Добрый день! Мы планируем переезд в Ростов и рассматриваем к покупке квартиру-гостинку, так как очень ограничен бюджет, и на полноценную однушку не хватает средств. Расскажите, пожалуйста, о жизни в гостинках. Ну и потом ряд вопросов пошел. Сколько квартир на этаже? Первый вопрос. На этаже, вот в нашей гостинке, у нас на каждом этаже два крыла. Каждое крыло закрывается дверью отдельно, и вот в каждом коридоре пять квартир. Убираем мы сами коридоры, и ремонт делали вот в нашем коридоре. Ну, все сами делают ремонт в своем коридоре. В подъезде ремонт делает ЖЭО. Ну, так как мы друг от друга закрыты, в общем-то, считайте, что в коридоре у нас пять квартир. Но хотя мы с соседями видимся редко, только слышим, что кто-то зашел, кто-то вышел. Сильно ли слышно соседей? Девочки, соседей, я вам хочу сказать, мы соседей слышим, хотя днем слышимость меньше, чем ночью, скажем, да. Но вот тут уже как с соседями вам повезет, если соседи тихие. Но у нас вот последние, как сказать, когда мы жили еще давно, у нас часто были двери открыты, мы общались как-то так, было более шумно, детей маленьких было много. Но уже последние годы у нас, в общем-то, мы слышим друг друга не очень. Хотя вот вечером, когда уже кругом тишина, телевизоры выключены, машины не ездят, слышимость хорошая и слышно, что на улице. Стены у нас гипсолитовые. Если там стены не несущие, не кирпичные, то вот между комнатами стены гипсолитовые. А гипсолит – это все-таки материал получше, чем гипсокартон, которым сейчас пользуются часто строители в дешевых таких, допустим, домах. Гипсокартон, там слышимость вообще очень-очень сильная. Вот дочка у меня жила в доме на земле, который находился. Дом был на несколько хозяев, и там были гипсокартоновые стены, там слышимость очень сильная. Здесь у нас все-таки получше. Но, насколько мне известно, вот раньше дома, которые построены, тоже еще в советские времена, там межкомнатные стены делали гипсокартоновые, поэтому разницы нету, что вы живете в гостинке, что ли вы живете в квартире. Также гипсокартон, то есть одинаковая слышимость. Правда ли, что в гостинках в основном проживает неблагополучный контингент людей? Там частый криминал, пьянки, драки. Но я вам хочу сказать, опять-таки, что в нашем жилье, что в квартирах, в обычных квартирах, в домах, этот уже, знаете, контингент, это уже как повезет вам. Потому что, ну, даже и по телевизору очень часто показывают, что в домах, в обычных, есть квартиры неблагополучные, где-то квартиры, где люди там часто пьянствуют и кричат, и дерутся, и скандалят. Есть квартиры, где держат животных, вот там куча кошек, например. Ну, например, в нашем подъезде, вот у нас есть одна квартира ниже, где там восемь кошек живет. И эти кошки, к сожалению, часто выпускаются, бегают по подъезду. И от них, конечно, запахи, потому что неприученные они, видно, к одному лотку, поэтому они, где им приспичило, там они там присели, да. И оставили за собой запах. Ну, а что касается, допустим, людей пьянствующих, ну, сейчас люди очень как-то так замкнутый образ жизни ведут. Поэтому, если даже кто-то где-то выпивает, мы об этом не знаем. Ну, а то, что мы знаем, ну, есть одна квартира у нас на весь подъезд, где там бывают часто выпивки, и бывают иногда скандалы, иногда. Но не каждый день, не часто иногда бывают они там. Там, знаете, когда выпьют, начинают громко разговаривать, и что-то громко выяснять отношения. В общем, так, в принципе, мы к этому привыкли. Но я думаю, что в каждом доме может быть такая квартира. Тут уже как вам повезет. Вы когда будете квартиру выбирать, хотя хозяева вряд ли скажут вам о недостатках такие, да, будут помалкивать. Поэтому, когда вы квартиру выбираете, лучше, конечно, поинтересоваться, у бабушек на лавочках, или где-то там у соседей у кого-то поинтересоваться, нет ли там в этом подъезде, по крайней мере, такой квартиры, да. Ну, если вам повезет, вам скажут. Могут и не сказать. Посоветуйте, на что обратить внимание при покупке гостинок. Есть ли возможность купить приватизированную гостинку? Ну, приватизированные они все, потому что, если она не приватизирована, а как вы ее купите? Вы можете купить ее только у собственника, правильно? Если она не приватизирована, значит, это муниципальная квартира, но купить вы ее тогда не сможете. Поэтому, да, у нас приватизированы все квартиры. У нас, когда уже закрылся завод, когда у нас уже вот эти все очереди на квартиры, мы же раньше стояли на квартире и на очереди, и тогда, кто квартиру успел получить, тот получил, а кто не успел, те остались жить здесь. И, в общем-то, потом у нас, раньше это было общежитие, потом поменяли статус на жилой дом. Но такой статус, в общем-то, нам дали, в принципе, легко, потому что у нас изолированные квартиры, у нас свой санузел, свой туалет, своя мойка, в общем, все свое, кухня своя, у нас нет общего с соседями ничего. Раньше, когда это было общежитие, то тогда у нас был общий душ. Кухни, правда, общей не было, потому что готовили все у себя, но был у нас общий душ, да, ходили мы на первый этаж, там было несколько кабин, в общем, там купались. Ну, а потом просто в туалете люди сделали себе душевые, поставили душ, трап, слив. Кто-то разломал кладовку, потому что у нас за туалетом через стенку находится кладовка, вот из комнаты вы видели, я вам показывала. Кто не видел мою, в общем-то, квартирку, да, можете посмотреть рум-тур, можете посмотреть, как я делала ремонт, в принципе, тут все видно, да. Кладовку я показывала, когда делала ремонт в комнате в апреле. Вот, и, в общем-то, кто-то поставил туда ванну маленькую, такую сидячую, но мне ванна не нужна. Я одна, меня вполне устраивает мой душ, и все. А вот посоветуйте, на что обратить внимание при покупке гостинки. Но я вам хочу сказать, на что нужно обратить внимание при покупке вообще жилья, да. Это вот, ну, к примеру, когда вы выбираете вы дом. Вы, конечно, посмотрите, что вокруг дома там, какой там двор, есть ли озеленение какое-то, нет ли рядом там, может быть, дороги какой-то, проспекта, шум от машин. Нравится ли вам двор? Когда вы заходите в подъезд, обратите внимание, а чистый ли подъезд? Не облезлый ли, не вонючий ли? Потому что, если он, подъезд вам уже не понравился, вот он, допустим, там грязный, облезлый какой-то там такой, ну, он таким, в общем-то, и был, значит, таким он и будет долго, потому что подъездом должны заниматься жил. Значит, жил плохо работает, плохо выполняет свою работу, и, ну, придется, если вы выберете жилье в таком подъезде, вам придется смириться с таким подъездом и в нем жить. Если вам это не нравится, значит, вы уже сразу можете отмести эту квартиру и искать, может быть, другую. А на что еще можно обратить внимание, когда вы квартиру выбираете, тоже вы смотрите, старая ли проводка, старые ли трубы. Вам нужно прикинуть, если вы берете под ремонт, вам нужно прикинуть, сколько вы будете туда вкладывать своих сил и средств для того, чтобы сделать ремонт и привести квартиру в надлежащий вид. Но хочу вам сказать, что ремонты сейчас, вообще, если вы делаете это не своими руками, а нанимаете людей, но это сейчас дорого стоит. Поэтому лучше, конечно, брать квартиру с ремонтом, но и, опять-таки, обратить внимание, менялись ли внутри квартиры трубы. Откройте кран, как течет вода, есть ли там напор, давление. В общем-то, на это вот нужно обратить внимание, потому что я видела квартиру, которую вот под ремонт у нас вот купила одна девочка. И там, конечно, очень все разрушено, и очень много нужно вкладывать и денег, и сил вообще. Там нужно делать все прям буквально с нуля, вот обдирать все. Буквально с нуля очень много, очень много нужно будет туда вкладывать денег. И потом это будет стоить уже как половина, наверное, квартиры. Что еще хочу вам про это жилье сказать? Вот, допустим, взять наш дом, у нас тут есть три категории. Три категории площади, скажем, да. Вот такая, как у меня, у меня общая площадь 18, а площадь самой комнаты 12 метров квадратных. Есть поменьше, там, где девятиметровка, то там 9 метров комната. И общая площадь там, по-моему, если я не ошибаюсь, 13-15, точно не могу сказать. И есть как полуторка сделана, там кухня поменьше идет. Одна комната, вот у меня сын с невесткой снимали, последнюю квартиру полуторка была. И маленькая комната, как для ребенка, да. Выше первого этажа, там балконы везде еще есть. Но общая площадь там 21 метр. То есть, если так по метражам считать, недалеко от моей площади та площадь ушла, да. Но там как-то все поменьше. Поменьше кухня и две комнатки, они вроде как тоже поменьше. У меня одна просторная комната. И вот для меня это все прекрасно. Ну, для одного человека это вообще жилье шикарное, считаю. В девятиметровке мне пришлось пожить. Когда у меня дочка родилась, мне тогда закрепили за мной девятиметровку. И где-то около трех лет вот мы там прожили уже с мужем, с дочкой. И уже когда я была беременна вторым ребенком, тогда мне уже дали, переселилась и в эту комнату. И вот здесь уже у меня росли двое детей. В общем, вчетвером. Ну, вот, кстати говоря, следующий вопрос. Давайте заодно я сразу вам его прочту. И на него начну уже тут же и отвечать. Когда ваши дети были маленькими, вы жили в этой же квартире? И как вы размещались? Для меня это актуально. Поделитесь опытом жизни в маленькой квартире с детьми. И вот, когда уже переселилась я в эту комнату, здесь уже двое детей у меня было, и муж у меня был. Ну, а расположение было как? Вот этой стенки, которые у меня здесь, шкафы стоят на всю стену, да? Стенки этой не было. Здесь у меня стоял шифонер, обычный такой шкаф большой. И там стоял диван. Здесь у меня был стол, тумба, телевизор вот в этом углу стоял. Здесь был диван, где мы... Вернее, диван был там. Детская кроватка здесь стояла. И кресло раскладное, на котором дочка спала. А в детской кроватке малыш. У меня тогда сын маленький был. Потом уже, когда сын подрос, вырос уже с детской кроватки, тогда я сделала перестановку. И диван поставилась сюда. Шифонер остался стоять в этом углу. И там поставила я двухъярусную кровать. И, в общем-то, размещались прекрасно. Но каково жилось нам? Как вы размещались? Вот часто задают такой вопрос, как вы размещались в такой маленькой квартирке, с семьей, с детьми. И хочу я вам сказать, девочки, тогда были другие времена. Все-таки... Вот мы жили... Это были еще советские времена, да? Мы с мужем с утра до вечера, в общем-то, на работе. Дети тоже там в садик или в школе. Вечером только собирались. Мы как-то все вместе. В общем, вечером туда-сюда. Дети поиграли, покушали, поужинали и спать. И утром опять разбегались. В выходные дни мы дома тоже не сидели, потому что тогда люди все-таки общались больше. Люди ходили друг к другу в гости. Люди выходили куда-то гулять. И не было тогда у нас интернета. У нас даже телефона дома не было. У нас на первом этаже был телефон-автомат, две копеечки. Туда кладешь и звонишь, допустим, кому надо позвонить. Вот. Поэтому больше люди встречались с друзьями и как-то вот дома не сидели. Конечно, если сравнивать вот сейчас, какие времена пошли, то, во-первых, люди какой-то замкнутый образ жизни ведут. Все как-то так сами по себе. Между соседями. Но новые соседи между собой не общаются. Вот те, кто мы живем еще с тех советских времен, мы знаем друг друга уже сто лет, можно сказать. Мы еще кто-то дружит, кто-то просто вот общаемся. Где-то во дворе можем встретиться. Здороваемся. Ну, немножко можем пообщаться. Кто хочет, тот общается. Кто не хочет, просто поздоровались. Там, как дела? Две минуты разговора, разбежались. Ну, а люди, которые заехали новые, те люди, вот как-то смотрю, они не очень-то уже идут на контакт. Ну, в лучшем случае, это если вот здороваются и могут там что-то обговорить. Касаемо, допустим, там общей какой-то площади по уборке или там что-то, да. Но так вот в личную жизнь никто никого не пускает уже. Все сидят в интернетах, общаются через интернет, через мобильные телефоны. И даже встречаются люди редко. Дети мои, когда уже стали подрастать, ну, в общем-то, тоже дома сидеть не любили никто. И, в общем-то, и я тоже такая была, не домашняя. Тоже любила встретиться там с подругами где-то, пообщаться с кем-то. Дети тоже выходили гулять. Если дома только вот ничего не нужно, допустим, там уроки, может быть, сделать. Приходили домой покушать, там привести себя в порядок, искупаться, переодеться, поспать. А так свободное время все проводилось у нас обычно вне дома. Поэтому вот именно прямо все вчетвером собираться дома мы собирались. Ну, как-то так было уже тесновато на самом деле. Да, и не было в то же время пандемии. Вот сейчас как раз-таки пандемия, и очень много семей развелось, развелось из-за того, что люди не могут вместе долгое время находиться, оказывается. Когда все чем-то заняты, все где-то там на работе, проводят время вне дома, дома коротюсенько так пообщались, встретились там туда-сюда, спать легли, встали и разбежались. Это было одно. Но когда людей посадили дома, и люди изо дня в день трутся друг об друга, особенно если нету большой площади, чтобы все разбежались в разные комнаты, то, конечно, это трудновато, и какие-то семьи распались из-за этого. Да, это трудно. С другой стороны, может даже выручать интернет в том плане, что, допустим, ребенок пришел, он сел там в свой интернет и сидит там занимается. Мама там на кухне готовит, допустим, или телевизор свой смотрит. В общем, каждый смотрит в свой гаджет. Сейчас такое время пошло. Еще один такой вопрос. У вас одна мойка, а вы там посуду моете и умываетесь? Да, девочки, в такой квартире одна мойка. Мойка у меня всегда свободна. У меня нет привычки в мойку складывать посуду. Детей я с детства тоже приучала к тому, что покушал, сразу помыл тарелку за собой, чтобы тарелки там не складывались. Потому что я всегда говорила, что мойка одна. Кому-то, может быть, там нужно пойти умыться, правильно? А кому-то захотелось там оставить тарелку. Значит, ее надо сначала убрать, помыть, а потом уже там умываться. Поэтому сразу приучала я детей и сама приучилась к тому, чтобы там не складывать посуду. Вот только у меня освободилась кастрюля, я сразу ее помыла и убрала. Освободилась тарелка, помыла, убрала. Все, у меня в мойке никогда не находится посуда. И мойка всегда у меня содержится в чистоте. Постоянно я ее каждый день мою. Еще один такой вот комментарий мне написали. То, что вы показали в туалете, это не душ, а кран как для душа. И мыться в туалете я вижу в первый раз. Я думала, у вас как-то раздельно. Ну что значит кран для душа? У меня еще и слив. У меня там кафель. Кафель можно было бы на стену положить. Но я тогда повесила вот эти вот пластиковые, как бы на время повесила пластиковые вот эти панели на стену. Ну и они прекрасно висят уже много лет. И в общем-то совершенно заменяют, прекрасно заменяют в общем-то и плитку. Хотя кому охота, тот может плитку положить на стену. Если вот в этой, как сказать, в этом туалете, если убрать унитаз, то это будет просто обычная душевая комната. Но унитаз тоже у меня содержится в чистоте. Ну правильно, он не должен быть там грязным. То есть у меня там все находится как находится, как в обычном душе. Но он компактный. А что я вам хочу еще сказать? Как раз таки вот вчера по телевизору я посмотрела. В Токио квартирки есть. Самая маленькая квартирка, это такие вот боксики. Квартирка как боксик. Это 6 квадратных метров. Я посмотрела на эту квартирку. Общая площадь 6 квадратных метров. Вы можете представить себе такое жилье? Это в мою квартиру таких 3 поместится. И в таких вот еще люди живут. И там тоже есть, кстати говоря, раздельный туалет с душем. Но там такой туалет, в который помещается только унитаз. Вот буквально вот насколько помещается унитаз. То есть полный человек в такой квартире жить не сможет. Он туда просто не влезет в этот туалет. И отдельно такой же маленький душ. Вот буквально такой, чтобы зайти, помыться и все. И в самой вот квартирке там находится спальное место небольшое. И вот столешница там, небольшая мойка, небольшая стиральная машинка стоит. Маленький такой холодильничек, микроволновочка. Все очень так вот на одной стене вот это все как кухонка сделано. А на другое спальное место. То есть вот заходите в эту квартирку, как в боксе. Вы представите себе, это буквально 2 на 3, наверное. Да, наверное 2 на 3 получается. Общая площадь 6 квадратов. Это же вообще, я можно сказать, вообще в хоромах живу. 18 квадратов у меня. Нет, для одного человека, я вам хочу сказать, шикарно. Я, кстати, когда сюда вселилась, здесь еще раньше было женское общежитие. Женский корпус у нас был. И вот в такой комнате жила, у нас располагалось по 3 человека. То есть стояло 3 кровати. 3 кровати, стол, шифонер. Вот в этой комнате было у нас. Также готовили девочки. Я, кстати, когда въехала, 2 девочки жили. И мне что понравилось, я въехала сюда. До этого я жила в общежитии аэропортовском. И у нас там была секция, в которой было 7 комнат. И в общем было 21 человек у нас в секции. И на эту секцию была одна кухня, один туалет, один душ. И вот эта кухня, я помню, что я не могла там ничего готовить. Один холодильник на 21 человек. И было 2 плиты, по 4 комфорки электрические. Там все время была очередь. Девочки там постоянно что-то кухарили. То есть в холодильник ничего невозможно было положить. К печке только утром там или не знаю, когда вечером всегда там было занято. Приготовить что-то было тоже в очередь надо было становиться. Единственное, когда была зима, у нас на кухне был балкон. Можно было уже этим балконом пользоваться как холодильником. Тогда еще можно было какие-то продукты хранить. Поэтому, когда я там жила, я в общем ничего не готовила, потому что я в общем ходила питаться в столовую. Но слава богу, что у нас столовые тогда были дешевые на работе. И в общем кормили там нормально и недорого. Поэтому я тогда очень-очень редко готовила. Когда я въехала сюда, я зашла когда в комнату, мне дали местокойку. И две девочки там жили, они как раз варили тогда супчик. И они меня приняли распростертыми объятиями. А ты кушать будешь с нами? Ну, я с ними покушала. И в общем, как семья. У нас мы жили как семья. Мы готовили, допустим, на всех. И все вместе кушали. Как-то складывались. Ну, как-то вот у нас получалось, что с продуктами люди тут делились. Люди были такие вот... Хотя вот казалось бы, да, вот здесь общежитие, там общежитие. Абсолютно разные люди. Абсолютно разные отношения друг к другу было. И здесь уже я жила вот как-то по-семейному, знаете, в такой комнате. Ну, а потом уже вот девчата разъехались, замуж повыходили. Выходили, я тут осталась жить. И вот многие у нас тут продолжают жить. Кстати, что за люди живут в нашем общежитии? Хочу вам сказать. Очень много осталось людей, тех, кто не успел получить квартиру. Это, в общем-то, где-то мои ровесницы. Ну, может быть, там плюс-минус. Кто-то старше меня, кто-то чуть моложе меня. Ну, примерно вот возраст. Примерно мой, да. Уже кому? За 50. Вот. Детей вырастили, дети разъехались. Ну, дети, которые здесь росли, они уже, конечно, понимали, что им нужно будет где-то, наверное, уже выходить, вылетать из гнезда и строить свою собственную жизнь, свое жилье. Хорошо, что... Очень хорошо, что сейчас уже появились ипотеки, и уже можно, есть возможность взять себе квартиру в ипотеку. Ну, какую квартиру, это уже все смотрят. У кого какие амбиции, у кого какие возможности, да. Но, по крайней мере, все знают, к чему надо стремиться, да. По крайней мере, где-то работать нужно и как-то зарабатывать, чтобы можно было взять ипотеку и, в общем-то, уже свое жилье. Ну, пускай вторичное, оно или будет новое жилье, это уже не важно. Но уже жить отдельно от родителей. Ну, а родители, как правило, у нас уже многие пооставались тут. Где-то, наверное, ну, около половины, ну, наверное, может быть, уже меньше половины квартир, где живут уже родители, такие, как я, которые уже живут без детей. Где-то мамы одни, отцы, как правило, куда-то, в общем-то, подевались, потому что у нас было женское общежитие здесь и раньше. Мужчины приходили к нам сюда, да, мужья наши приходили, с нами жили. Потом они куда-то девались. Кто-то умер, кто-то развелся. В общем, в основном женский контингент у нас тут живет. Хотя и семейные тоже живут. Кто-то из детей даже остался жить тоже вот в нашем же доме. Просто уже отдельную квартиру себе взяли, такую же вот гостинку. Ну, а кто-то взял ипотеку, вот как мои дети, например, взяли ипотеку и живут уже отдельно. И вот я здесь теперь живу прекрасно одна. Ну, вы понимаете, что если я, можно сказать, всю сознательную жизнь прожила вот в такой квартире с детьми, и с семьей, да, то для меня, для одной здесь просто вот шикарные хоромы. При том, что меня окружает много знакомых людей, и я не чувствую себя здесь как на чужбине. Мне есть с кем пообщаться. Я думаю, что если бы вот я сейчас взяла какую-то квартиру в каком-то доме, где соседи совершенно все люди незнакомые, а на знакомство, как я уже сказала, люди сейчас уже плохо идут на контакт, да, новых знакомых уже друзей обычно не приобретают в таком возрасте, как у меня. Поэтому там бы я была бы, наверное, обречена все-таки на одиночество, да. А здесь вот соседка, с которой мы тут уже сто лет живем, да, с молодым, можно сказать, в другом коридоре, и этажами ниже, там много знакомых людей у меня живет. Так, ну и еще какой вопрос у нас тут есть. Вода у вас, а душа, не бежит через дверь входную? Через порожек, да? Хотя я так поняла вопрос, имеется в виду, не выбегает ли у меня из душа вода? Ну нет, конечно, все там предусмотрено. Девочки, во-первых, там есть у меня порожек, там у меня есть занавеска, хотя долгое время даже без этой бесклеенчатой шторки купалась, и у меня там могло несколько капелек на порожке там быть. Вот, потом я повесила клеенку, и даже вот летом я иногда и дверь даже не закрываю, просто шторка, и все по шторке стекает вниз. Все, трап у меня содержится в чистоте, в трап все прекрасно уходит. Кстати, тот, кто мне ложил плитку на пол, вымерял каждую плиточку так, чтобы прямо с этим уровнем, так, чтобы каждая плиточка, она была вот с таким уклоном, чтобы вся вода, куда бы она ни попадала, чтобы она стекала именно в трап. Очень правильно мне положили плитку на полу, поэтому после того, как я скупалась, там попользовалась душем, вся вода стекает и довольно быстро высыхает у меня пол. Так что все там нормально с этим. Ну и все. В общем-то, я думаю, что на все вопросы я ответила, которые у меня были, касаемо жизни, в общем-то, здесь в общежитии, в бывшем. Бывшее общежитие, да, раньше вот эти вот квартирки, которые вот у нас дом 70-72 года, по-моему, постройки, как раз вот в те времена строили такие общежития, да. Именно вот такие вот, как квартиры, я не знаю, может быть, ну я не знаю, я знаю, что такие вот строились общежития раньше. И раньше у нас вахтер был, все как положено, через пропуска пропускали все. И даже, кстати, когда мы жили раньше отдельно с девочками, еще не семейное было, у нас был комендант, и постельное белье даже меняли. Нам меняли постельное белье, покрывало там, вот это вот можно было там подушку, это можно было поменять. Вот, поэтому мы даже постельное белье и не стирали. Но кто хотел, покупал свое и стирал, занимались этим. Кто-то мог просто оставить у себя какой-то постельный. Тогда была постель просто обычная белая, не цветная. Вот, поэтому кто хотел, стирал. Кто не хотел, стирать это вот, разводить туда, и временно это нужно, и силы, в общем. Поэтому постельное мы меняли. Стирали только свои личные вещи, свою одежду и все. И стиральных машин тогда у нас не было. Стирали мы в тазике. Вот трубы, которые палки за окном, у нас еще тогда повешены, когда еще завод работал, брали эти трубы, вешали палки за окно. Они у нас еще с тех пор. Вот, стояли у нас тут железные такие кровати, такие как сетка, знаете. Вот, ну и тем не менее, знаете, жили, не тужили. Все жили одинаково. У нас богатых, бедных так особо не было. И мы как-то особо внимания не обращали. Есть где спать, есть где покушать. Мы больше, вот знаете, общались, мы радовались жизни. А сейчас много людей стало каких-то богатых, каких-то бедных. И вот те, кто более обеспечены, иногда пишут, ой, вы в такой вот квартирке маленькой живете. Как вы там живете? Что это за жилье? Что это у вас там за душ? Туда-сюда. Но не у всех есть возможность, во-первых, девочки, богато жить. Богато. Вот. А у меня нету желания, честно говоря. Мне вот это уже ни к чему. Если я всю жизнь, вот тогда, когда мне хотелось по молоду что-то, хотелось квартиру, что-то там отдельное, чтобы это было вот все, как положено. В общем, хотелки они все уже сдулись, когда у меня дети выросли. Они у меня, как говорится, ушли уже жить отдельно. И мне сейчас больше хочется, чтобы у них было, пока молодые люди, пока у них дети растут, вот тогда вот этим людям нужно как раз-таки жилье, просторное, чтобы были удобства и все такое. А я уже прожила, в общем-то, в таких скромных условиях всю жизнь. И сейчас мне уже менять ничего не хочется. Я привыкла к своему жилью. Я здесь все облагородила, обуютила. У меня такое уютное гнездышко. И мне оно нравится. Я свой дом люблю, свою квартиру люблю. Поэтому не бойтесь. У кого жилья нету, у кого нету возможности приобрести какую-то квартиру, даже однушку, ничего не бойтесь. Приобретайте гостинку. Если у вас есть финансы только на гостинку, в любом случае, вы уже, когда поживете, вы уже поймете, устраивает вас такое жилье. Не устраивает. Может быть, это будет временное ваше жилье. Может быть, это будет какая-то, знаете, стартовая площадка для того, чтобы рвануть дальше. То есть вы можете пожить в таком жилье, потом его продать, например, внести первый взнос на ипотеку и может взять какое-то более лучшее жилье. А если человек один, для одного человека, но даже для двоих, здесь вполне приемлемая жизнь. Можно жить нормально все. Поэтому удачи вам. Кто хочет переехать в Ростов, приезжайте. У нас очень хороший климат, я считаю, потому что я сколько смотрю на погоду в других регионах, там, конечно, холодно. Вот теплолюбивым здесь как раз-таки. У нас хороший город. В принципе, у нас люди, как-то мне кажется, отзывчивые и с юмором много людей. Ну, люди разные, конечно, бывают. Вот. Так что милости просим. Добро пожаловать в Ростов. Приобретайте жилье. И, в общем-то, заходите и живите. Да. И еще я хочу сказать, что, конечно, вы если будете выбирать какой-то, может быть, конкретный район, то есть у нас же город по районам, я хочу сказать, что спальные районы не так уж плохо. Конечно, смотрите, чтобы была остановка, чтобы развязка была автобусов в разные, допустим, стороны. Ну, куда ездить? Магазин, чтобы поблизости. Но сейчас магазинов поблизости, которые пятерочка и магниту дома, это у нас уже понатыканы буквально на каждой остановке. Поэтому я думаю, что с этим проблем особо никаких нет. Ну, конечно, инфраструктурой поинтересуйтесь, далеко ли школа, детсад, поликлиника и так далее. Вот, это тоже нужно, конечно, иметь в виду, учесть, далеко ли идти вам на остановку, чтобы она не была слишком далеко, особенно, когда, знаете, непогода, дождь, морозы, как вам добираться туда. Но вообще хочу сказать, что у нас город зеленый, у нас много зелени, в спальных районах такие вот полисадники много. Но обратите внимание тоже на озеленение. В принципе, в центре, вот я бы, например, не хотела бы жить, потому что там много суеты, много транспорта. Там обычно старое жилье. Ну, если там квартиры, вот таких вот, как гостинок, в центре не будет. Ну, хотя у нас вот до центра, если на автобус сесть поехать, ну, сколько там, 20 минут, и вот он уже центр. Вот, так что это не так-то и далеко. Город, в общем-то, не маленький, но и не очень-то большой, компактный. Притом у нас рядом Дон, можно на речку пойти покупаться летом. В общем, с этим все нормально. Вот, так что милости просим в Ростов-на-Дону. Ну, а на этом я хочу, девочки, видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно послушать, кому это актуально, кому эта тема понравилась, и кого еще какие-то вопросы у кого-то остались, задавайте, и буду писать уже вам в ответах. Если вопрос не очень большой, отвечу коротко в ответах. Если вопрос требует, допустим, развернутого ответа, ну, тогда я уже отвечу во влоге. Где-то во влоге вам дам ответы. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok